С вами канал Science Daily и это новости науки и космоса. Вчера, 15 октября, в 19.25 по московскому времени, Китай запустил ракету-носитель Чанчжэн-2 с пилотируемым кораблем Шэньчжоу-13. На борту пилотируемого корабля экипаж второй миссии новой китайской орбитальной станции. И сегодня ночью корабль успешно состыковался с первым модулем станции Тяньхэ. В команду вошли Чанчжэгай, который в сентябре 2008 года стал первым вышедшим в открытый космос китайцем. Женщина-тайконавт Ван Япин, ранее она уже принимала участие в космической миссии Шэньчжоу-10 в 2013 году и является второй женщиной-тайконавтом Китая. А также Йо Гуан Фу, для которого полет в космос стал первым в карьере. Данный пилотируемый запуск является вторым для Китая за текущий год. Ожидается, что тайконавты пробудут на орбите 6 месяцев. За это время они должны будут совершить 2-3 выхода в открытый космос, провести работы с роботизированным манипулятором станции, а также осуществить ряд научных экспериментов. Напомним, Китай начал строительство своей орбитальной станции 29 апреля текущего года, запустив базовый модуль Тяньхэ. Спустя полгода к модулю уже пристыковались 2 грузовых миссии и 2 пилотируемых. Впереди запуски 2-го и 3-го научных модулей станции Мэн Тянь и Вэн Тянь в мае-июне и августе-сентябре 2022 года соответственно. Китайская национальная орбитальная станция – это собственный проект Китая. Если вам интересно, насколько отличается Китайская орбитальная станция от МКС, кликайте ссылочку в описании к данному видео.